Добрянке. Сегодня мы покажем дорогу в Добрянке и в Палазне. Ну, надо же инспектировать не только в Перми. Так что поехали. Проехали по центральным улицам Добрянки. И вы знаете, я, если честно, очень удивлен. Дороги на некоторых участках даже лучше, я не вру, лучше, чем в Перми. Работают здесь люди. Я, кстати, вот сейчас разговаривал с главой Добрянского района. Так вот, улица Советская, центральная улица. Вроде бы хорошая дорога, но нет же, в этом году ее будут ремонтировать. Конечно, проблемы есть, но это такие, знаете ли, маленькие дефекты. Вот, к примеру, сток воды. Здесь решетка уже практически везде отпала. И скоро просто-напросто автомобилисты не смогут заезжать во двор. Вы заметили, что сейчас я говорил все около, но никак не про проезжую часть. Да потому что сказать особо нечего. Да, есть небольшие, маленькие дефекты, но их в скором времени устранят. Подрядчик вот-вот приступит к работе. Вообще, надо отметить, что в Добрянке хорошие, качественные дороги. А значит, город развивается. Поехали в Палазне. Ну, а сейчас мы находимся в Палазне на одной из центральных улиц Парковая. Друзья, я сегодня вообще очень приятно удивлен. Вы посмотрите, какая хорошая дорога. Друзья, вы прекрасно знаете, кто смотрит программу «Ох, дороги», что я не предвзято ко всему отношусь. Если есть критика, надо критиковать. Но сегодня я действительно не вижу никакой, собственно, критики. Мы находимся в Добрянке и в Палазне. Я даже поверить себе не могу, какие здесь дороги. Значит, федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» действительно работают. Потому что они ремонтируются. Еще несколько лет назад здесь было невозможно ездить. Открою вам маленькую тайну. Несколько часов назад я уже был в Палазне вот на этом участке на улице Парковая. Увидел здесь огромные ямы. Потер руками, думаю, сейчас вернусь из Добрянки. И подрядчик оказался экстрасенсом. Ну а если серьезно, я в жизни такого не видел, чтобы за несколько часов причесали проезжую часть. И не на несколько десятков метров, а на добрый километр. Эх, дороги, да что ж сегодня такое происходит? Всегда бы так. Вот таким у нас оказался вояж в Добрянку и Палазну. Позитивная программа и очень даже обнадеживающая. Увидимся завтра в это же время. Хорошего всем настроения. С вами был Максим Суханов. Пока.